Интересная будет встреча, именно встреча с членами нашего клуба «Отражение». И мы сегодня как-то, у нас по идее, вот по средам проходило заседание, как правило, нашего общества, Клинского отделения, общества охраны памяти истории культуры. Но в этом месяце мы сделали исключение. То есть вчера у нас было выездное заседание Клинского отделения, членов нашего общества охраны памяти к истории культуры. И мы вчера были в областном уже отделении общества охраны памяти к истории культуры. И вы знаете, на меня, например, произвело большое впечатление то сообщение, о котором, может быть, вам не очень интересно было, но, во всяком случае, для нас это действительно как-то было непонятно, потому что сейчас у нас идет развитие нашего общества так, что иногда не угадаешь, как происходит то или иное событие. Я, например, был удивлен именно тем, что хотя у нас существует центральное общество, то есть всей страны, можно сказать, российское общество охраны памяти к истории культуры, а дальше ее уже идет по губерниям и по районам. Оказывается, вот совсем недавно было ликвидировано московское отделение общества охраны памяти к истории культуры. То есть Москва отказалась от этого общества охраны памяти к истории культуры. Осталось и Петербургское, и Тверской, и так далее, и так далее. А Москва, вот, можно сказать, не люблю это предложение, но скажу, выкинула финт. Да, и, в общем-то, мы вчера были удивлены этим сообщением. Хотя встреча у нас проходила в довольно-таки интересном месте, в Терешовском доме в Москве. Это на Петербургском бульваре находится как раз наше областное объединение общества охраны памяти к истории культуры. И мало того, что нам рассказывали о истории этого дома, о Терешовских встречах, но и о работе областного общества охраны памяти к истории культуры. Ну и поэтому, то есть вчера мы провели это заседание, и сегодня, а сегодня у нас как раз среда, сегодня бы надо было провести, но так как вчера это прошло, то сегодня вечером как раз мы проводим уже тоже, как у нас было заведено уже давно в нашей библиотеке, это как раз вот наш клуб отражения. И пользуясь случаем мы тогда решили послушать наших членов общества охраны памяти к истории культуры, о том, как они вошли в это общество, и как они проводят пропагандистскую работу. В том числе вот сегодня как раз приглашены, не то что приглашены, а пришли, это у нас очень интересный человек Анатолий Владимирович Афанасьев, это фигура довольно-таки известная в истории краеведения, а сегодня же, вот сегодня, вот два часа назад, я сегодня выступал в Сувякове, потому что сегодня у нас день памяти нашего краеведа Валентина Ивановича Старикова. Может кто-то и слышал эту фамилию, но который действительно очень много сделал на базе Клинского и Владимирского краеведения. И я выступал на его, можно сказать, вот сугубо родине, потому что он родился в Дорсове, и у него связана, его жизнь была и с Бобловым, и с Зубовым, ну и, конечно, с Воронином, и потом уже дальше, уже дальше. Он уже, хотя и написал Клинские незабудки, которые многие из вас, может, уже познакомились, очень ценные книги, кстати, энциклопедические книги по Клинскому району, но он написал еще и Владимирские незабудки, потому что потом его жизнь складывалась так, что он жил во Владимире, в том самом городе, которая была связана с историей уже Владимирской, то есть Александровской слободы, то есть это время Ивана Грозного. Мы не будем касаться того периода времени, но хотелось бы сегодня послушать Афанасьева об Афанасьеве, вот Анатолий Владимирович как и расскажет, он у нас является, кстати, Анатолий Владимирович, первым директором государственным, когда наш общественный кривический музей стал государственным музеем, но об этом он расскажет сам, но мы все-таки сегодня затронем и тему о нашем земляке, дважды герой социалистического труда, герой социалистического труда Анатолий Сергеевич Александрович, который появился на свет в Клину, и его дом долго стоял рядом, я все называю это здание аптеки, но это не аптека, сейчас там этот кафе, хороший кафе Присли, по-моему, да, кафе Присли, а я всегда его называю дом в стиле, выстроенном стиле модель, Орловский дом, то есть бывшего владельца лаборприбора, но не лаборприбора, но начнется стекольного завода, первого стекольного завода и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а начнет все-таки нашу тему об Афанасьеве, тоже член нашего общества, это как раз вот Иванов Виктор Александрович, который готовил эту тему, и мы поэтому Виктору Александровичу и предоставляем это слово, который начнет нам рассказ о нашем земляке Афанасьеве Сергея Александровича. Прошу вас. В этом году исполняется знаменательная дата, это 105-е годовщина со дня рождения Сергея Александровича Афанасьева. Своё выступление я базирую на таких вот источниках, которые, может быть, не всем известны. Это, прежде всего, очень интересная книга, которую написал Борис Алексеевич Черток, проживший замечательную жизнь, очень яркую, видный учёный, ему почти до 100 лет немножко-немножко не дожил, написал замечательную книгу «Ракеты и люди». В течение своего такого продуктивного научной деятельности он был заместителем вот у Королёва, у Мишина и у Глушко, то есть вот в этой организации. Также, значит, воспоминания Камани Николая Петровича, это первый герой Советского Союза, один из первых героев Советского Союза, и был организатором и руководителем подготовки первых советских космонавтов. Ну и плюс к этому я просмотрел всё то, что вот в открытом доступе можно было найти. Это связано с выступлениями самого Афанасьева, с его интервью, которое он давал. Поэтому, когда я буду говорить, вот Афанасьев рассказывает, это не я придумываю, а это я пересказываю то, что я услышал с экрана монитора. Так, ну давайте, да, и для того, чтобы построить как-то своё, значит, сообщение, я решил его сделать таким образом. То есть вот, посмотрев на эту таблицу, мы видим, что в жизни Сергея Александровича были моменты такие поворотные. И вот в эти поворотные моменты менялось, как говорится, направление его деятельности. И мне хотелось бы остановить своё внимание именно вот на этих поворотных моментах его деятельности и говорить о том, в каких условиях это произошло, и что там, в общем-то, было. После того, как в 1941 году Афанасьев закончил институт в Москве, здесь, вот он был направлен на завод, в город Перм, в артиллерийский завод, где он прошёл путь от инженера до главного механика. Деятельность его, значит, была высоко оценена государством, и в 1945 году, по окончанию Великой Отечественной войны, он получил свою первую правительственную награду, это Орден Красной Звезды. Там же он познакомился с министром вооружений Устиновым. Устинову он понравился не только за то, что он был бедным мужчиной, метр восемьдесят два ростом, и обладал зычным командирским голосом, но за его блестящий инженерный интеллект и замечательные организаторские способности, которые, как я уже сказал, и были высоко награждены государством. Поэтому в 1946 году Афанасьев работает в Министерстве вооружений города Москва, где он прошёл путь от инженера до начальника главного технического управления. Вот здесь я написал дату 13 мая 1946 года. Чем эта дата знаменательна? Значит, Афанасьев рассказывает так, что нас вызвал министр и сказал, что я только что от совещания у Сталина, и там было принято решение о том, что необходимо стране создать новую отрасль, отрасль ракетостроения. Авиаторы отказались от неё, и поэтому это поручение было дано нам. То есть, мини, это самое, Министерству вооружений. И было поставлено задача в трёхдневный срок подготовить постановление Совета Министров о развитии ракетостроения в стране. Афанасьев рассказывает, что в течение этих трёх дней, несмотря на то, что они выпадали на субботу и на воскресенье, мы дневали и ночевали в Министерстве. Но в срок уложились, и 13 мая, в понедельник, на стол к Сталину, был положен это самое постановление, которое и было подписано. Ну вот здесь вот эта вот шапочка этого постановления здесь представлена. Одновременно, значит, с изданием постановления, тут, значит, целая цепь организационных различных мероприятий была проведена, в которых самое активное участие принимал Афанасьев. Вот одним из таких очень интересных, его, так сказать, ярких направлений деятельности, было то, что, значит, в результате анализа положения ряда городов было решено, что первый завод, который будет производить ракеты, будет создан на базе недостроенного автомобильного завода в городе Днепропетровске. Для того, чтобы ускорить, значит, перепрофилирование этого завода и строительство новых корпусов, Устинов, как министр вооружения, организовал настоящий десант. То есть там, значит, группу своих специалистов, в которые входил и Афанасьев, были направлены на этот завод. Афанасьев рассказывает так, что завод был обнесен колючей проволокой, выходить с завода было запрещено, и мы, собственно, работали там и ночевали там, вот на территории этого завода. Однажды, значит, министр пригласил нас в группу специалистов и сказал, что нам нужно поехать в Москву, где проводится, в общем, совещание по поводу строительства вот этого вот завода. Это совещание ввел Берия. Ну, значит, обсуждается одно событие, второе, третье, четвертое, наконец очередь охотит до производства ракетных двигателей. Именно этот наиболее сложный участок был и поручен Афанасьеву. Ну и Берия спрашивает Устинова, как там у тебя дела с двигателями? Ну, вот тут Устинов такой вот финт выбросил. Он говорит, а вот у меня тут есть специалист, который занимается этими двигателями, вот пусть он и доложит. Ну, кто это такой? Ах, Афанасьев. Ну, как Афанасьев, за два месяца двигатель создашь, надо сказать, что сроки, значит, были там расписаны, и, конечно, там не были указаны такие сжатые сроки. Ну, вы знаете, что в советское время перевыполнять план, это было обязательно, да? Я мне даже запомнился лозунг еще с тех времен, что выполнить план – это закон для предприятия, а перевыполнить план – это дело профессиональной гордости каждого работника. Поэтому не случайно он с таким вопросом обратился к Афанасьеву. Афанасьев не стушевался, не растерялся и сказал, нет, как нет? А вот сейчас, вот, решите, говорит, я подойду к доске и вам все объясню. Он взял мел и нарисовал то, что, значит, называется жизненный цикл изделия. То есть это совокупность тех событий, которые обязательно должны быть выполнены, для того, чтобы, в конце концов, достигнуть назначенной цели. Вот он так все расчертил и говорит, для того, чтобы пустить двигатель, нужен срок 8 месяцев. Ну, вот сами понимаете, что, значит, так смело, значит, отвечает Берия, да еще в условиях, ну, достаточно такой напряженной производственного совещания, для этого, конечно, нужно иметь определенную смелость, решительность и четкое представление того, что ты делаешь. Ну, а представьте, если бы Афанасьев в этот момент растерялся, что бы с ним было? Ну, выражаясь библейским языком, он бы, наверное, стал козлом отпущения. Вот. Значит, поставленная задача была выполнена, значит, эти самые ракеты начали производить на заводе. Большая группа тех, кто принимал непосредственное участие в организации этого производственного процесса, были награждены. И таким образом Афанасьев получил вторую такую правительственную награду большую, он стал лауреатом Сталинской премии. Вот. Значит, до 1957-го, тут его, если раньше профессию можно было определить как артиллерист, то, значит, можно профессию определить как ракетчик. Что же произошло в 1957-м году? Почему вдруг вот такой вот поворот в жизни Афанасьева? Дело в том, что в 1957-м году великий наш реформатор Никита Сергеевич Хрущев решил существенным образом поломать систему управления экономикой. Те министерства, которые занимались производственной деятельностью, были ликвидированы. И вместо них вся тяжесть, так сказать, управления предприятиями была отдана на места. Ну, в управлении экономикой применяется такой принцип, как оптимальное сочетание отраслевого и территориального управления. Здесь, значит, отраслевое управление было разрушено, а вся тяжесть была передана на места. Прошло некоторое время, вот оказалось, что, в общем-то, да, с одной стороны, конечно, были определенные положительные моменты такой реформы, но отрицательное было то, что теперь предприятия, которые, предположим, раньше были в составе одного министерства, они теперь оказались раздробленными по различным областям, с, так называемым, совнархозом. А координировать их деятельность нужно? Нужно. А кто будет координировать, когда нет министерства? Значит, на уровне управления страной стали платиться многочисленные комитеты, которые как раз вот и занимались вот этим вот регулированием. Что, конечно, создавало определенную, так сказать, неразбериху в системе управления. Ну и в 1965 году, значит, принимается решение, что нужно от этого... Да, Никита Сергеевич Кручев, значит, был отправлен на пенсию, и было принято решение, что нужно возвратиться к старой системе управления, то есть создать министерства. Ну, да, ликвидировались прежде всего министерства, которые занимались производственной деятельностью. Скажем, министерство обороны, министерство финансов и так далее, в общем-то, они такие вот сохранились. И поэтому в 1965 году создается министерство общего машиностроения, и этим министром министерства общего машиностроения назначается Сергей Александрович Афанасьев. И тут мне хотелось как раз отметить те сложности, с которыми ему приходилось сталкиваться при создании этого министерства. Ну, во-первых, нужно было создать аппарат министерства, работоспособный, так? Во-вторых, нужно было определить производственную базу, то есть те предприятия, которые входили бы в состав министерства, и которые бы позволяли эффективно организовать производство ракет. Вот, это... Следующий момент. К сожалению, в этот момент, вот из-за такой неразберихи в системе управления, сложилось положение, когда Советский Союз существенным образом отставал в области ракет от Соединенных Штатов Америки. Поэтому Афанасьев говорит так, когда меня назначали, утверждали министром, а назначали на самом высшем уровне, и это назначение объявлял Брежнев, как генеральный секретарь ЦК КПСС, ну, напоминаю, что тогда, значит, такой человек обладал максимальной полнотой власти в Советском Союзе. Поэтому он сказал Афанасьеву, слушай, мы тебе будем помогать, но если паритет не восстановишь, под ракетный паритет, и мы будем все время иметь отставание с Соединенными Штатами Америки, мы тебя поставим к стенке. Вот это вот этот момент. Ну и, значит, следующий момент, который мне хотелось бы сказать, отметить. Дело в том, что вот я тут эти самые три преддающихся наших советских конструкторов, которые, значит, занимались конструкцией, разработкой, конструированием баллистических ракет, межконтинентальных баллистических ракет, вот, я их получил в Челоме, и Янге. Между ними тоже складывались очень, так сказать, непростые взаимоотношения. Дело в том, что, значит, направление, создание ракет было приоритетным. Поэтому, конечно, оно финансировалось. Не по остаточному принципу, а финансировалось прежде всего целевым образом. Но так как вертикальная власть была разрушена, то поэтому, значит, эти вот конструктора, для того, чтобы получать выгодные заказы, для того, чтобы получать максимальное финансирование, они старались завоевать определенные, значит, расположения у вышестоящих руководителей. То есть, то ли в системе Министерства обороны, то ли, так скажем, в партийных органах и так далее. Причем, ну, так сказать, а это, естественно, давало им определенную власть, полномочия. Они чувствовали себя хозяинами положения. И, конечно, вот, когда они объединялись и входили в состав одного министерства, то вот эти вот амбиции, которые они им завоевали в свое время, они, конечно, сказывались и осложняли работу королеву, Афанасьеву. Ну, вот, наиболее, значит, экзотический способ завоевания внимания высшестоящего руководства, это вот Челомей Владимир Николаевич, он взял к себе на работу сына Хрущева. Не только взял его, но в течение пяти лет, пока Хрущев был у власти, он ему дал, значит, поспособствовал тому, что он получил Ленинскую, государственную, Ленинскую премию и стал героем социалистического труда. Но за пять лет, конечно, это очень-очень. Так что, понимаете, то есть работать с такими людьми было, в общем-то, не просто. Для этого нужен был определенный талант, который, значит, как раз Афанасьев и проявил. Отношения между людьми тоже были, в общем-то, непростые, между этими конструкторами. И вот наиболее сильнейший, значит, конфликт разразился вот между двумя этими выдающимися, значит, конструкторами. Ну, Валентин Петрович Глушко, он известен как двигательист, занимался развитием двигателей, двигателей. Ну, а Сергей Павлович Королев, в общем, он, в общем, вот выступал как конструктор ракет. Видите, значит, по сути дела, ровесники, да? Прошли суровую школу сталинского ГУЛАГа. Вот. И вначале были друзья, а потом между ними начались споры. Вначале эти споры носили чисто технический характер, но потом они, в общем-то, как-то перешли уже на личности. И вот наиболее такой мощный спор произошел в июне 1960-го года и Глушко, ой, чертог, чертог как раз пишет об этом. Дело в том, что, в общем, споры-то нужно было как-то разрешать. Они не нашли ничего лучшего, как писать письма в ЦК партии, доказывая, что вот этот поступает неправильно, а нужно встать на мою точку зрения. Поэтому председатель комитета, который занимался ракетостроением, решил вызвать их и постараться их примирить. И вот чертог так описывает, как происходило это примирение. Значит, мы собрались в его кабинете и председатель говорит, что, дорогие товарищи, ну что ж, вы пишете в ЦК и требуете от него, чтобы он решал технические вопросы, кто прав, кто виноват. Это же трудно сделать. Вот давайте, поговорите, может быть, мы и установим какую-то компромисс, соглашение. Вначале выступил Королев. Потом, значит, слово дали Глушко. Глушко начал выступать, что-то Королеву не понравилось. Дело в том, что по темпераменту этот был такого более взрывного темперамента, а Глушко более спокойный. Королев его перебил. Глушко ему что-то ответил. И вдруг между ними раскорился спор. Причем этот спор уже перешел на то, что они стали употреблять явно ненормативную лексику. Председатель комитета смотрит, не понимает, а что же делать. Он махнул рукой, давайте выходим. И чертог говорит, мы стоим в приемной, дверь приоткрыта, и мы слышим, как два уважаемых человека друг друга поливают весьма и весьма крепко. Ну, председатель комитета говорит, ну, что же делать-то, еще минуты, и они, в общем-то, наверное, на кулаках сойдутся друг с другом. Ну, в общем, поговорили-поговорили еще некоторое время. Потом, как пишет чертог, Сергей Павлович Королев выскочил весь красный, не глядя на кого, тут же умчался и ушел в машину. Потом, степенная походка, невозмутимо вышел Глушко, ни с кем не старалась, прошел мимо и тоже уехал. То есть, вот, я к чему все это еще раз подчеркиваю, что отношения, конечно, были очень такие напряженные, даже вот между конструкторами, которые, казалось бы, решали одни и те же вопросы. Поэтому, это все, безусловно, требовало от Сергея Александровича Афанасьева умения проявлять не только технические знания и организаторские способности, но еще и чисто человеческие качества. Умение работать с людьми, отношения между которыми как говорится, оставляли за собой много лучшего. Вот. Да, и еще нужно отметить следующий момент, который, в общем, тоже, так сказать, осложнил деятельность Сергея Александровича Афанасьева на посту Министерства. Дело в том, что, значит, в 65-м году гибнет один из ведущих конструкторов, двигателистов Косбер. Это тот человек, чьи двигатели вознесли вверх всех наших космонавтов, тех 11 космонавтов, которых лично провожал королев. Это тот человек, двигатели которого обеспечили облет Луны и его фотографирование с обратной стороны и доставку вымпела на Луну. В 66-м году умирает Королев. Вы знаете, на столе, в результате неудачно проведенной операции. Через год гибнет Кагарин. И потом пошли события, значит, гибнет Комаров, значит, гибнет Комаров, потом, значит, гибнет Кагарин. И потом, через некоторое время, еще гибнут наши три космонавта, Добровольский, Пацай и Волков. Конечно, безусловно, все это существенным образом подрывало имидж, космический имидж на международном уровне нашей страны. И, безусловно, это все осложняло деятельность Сергея Александровича Афанасьева. Удалось ли ему достигнуть паритета? Удалось ли ему как-то, в общем, создать работоспособный коллектив? Удалось ли ему, наконец, организовать производство ракет, так нужных и для мирного космоса, и для обороны нашей страны? Ну, вы видите, что вот награды, которые он получил. В 1974 году он получает первую звезду Героя Социалистического Труда. Спустя три года на его наладскане его пиццерка засверкала вторая звезда Героя Социалистического Труда. В 1974 году в Владивостоке Брежнев встречается с тогдашним президентом Соединенных Штатов Америки Фордом. И в процессе этого разговора президент Америки вдруг просит Брежнева знаете что? Ну, вот как-то недоверие между нашими государствами существует. Нам нужно, в общем, добиться понимания друг друга. Давайте сделайте первый шаг в направлении этого. Вот у вас есть такая ракета шахтная которую мы называем Сатана. Публичным образом ликвидируйте хотя бы одну пусковую установку. Я думаю что вот этот эпизод он наглядно показывает что с паритетом в общем нам удалось сравняться. Не только сравняться но может быть каких-то ситуаций и обойти в общем-то американцев. Так, ну и последний значит момент вот уже я снова обращаюсь к этой табличке значит мы видим что до 83-го года Сергей Оксанович возглавляет Министерство общего машиностроения и вдруг такой переход. Почему? Ну вот здесь опять же сам так сказать Афанасьев из его рассказов можно понять почему это произошло. Дело в том что сам наиболее важный принципиальный вопрос Афанасьев пришел заходя напрямую к Брежневу. Вот он рассказывает что до 1978 года Брежнев был очень активен. Принимал решения все с ним можно было беседовать все было нормально. А вот после 1978 года он стал сдавать. Придешь к нему он значит слушает слушает я что-то утомился ты посиди здесь а я пойду отдохну. Ну вот Афанасьев говорит я сижу в кабинете Брежнева он там где-то отдыхает. То есть из него то время возвращается иначе мы с ним окончательно решаем вопросы. Ну так некоторое время продолжалось а потом случилось так я к нему захожу он на меня посмотрел нет 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 я тебя не приму почему иди в кости Брежнев Афанасьев выходит он конечно всех этих Игорь Царедворских не знал выходит в приемной и говорит что это такое то меня к какому-то Костю послал и тут видишь все так замахали на него ты чего ты чего а как Костя это был Константин Черниенко которого Прежнев прочил на свое место вот поэтому когда в 1982 году Брежнев умер то Черниенко решил ему показать что он не какой-то Костя вот значит в своей книге это самый бывший министр общего машиностроения Шестаков это как раз книга есть ее презентацию Анатой Владимирович здесь проводил в библиотеке вот он как раз описывает как это произошло то есть в общем в этот момент в высшую сферу ЦК партии попал Гербачев он был новичок ну а новичку нужно было доказать свои верно подданические чувства по отношению к руководству вот ему Черненко и поручил расправиться с Афанасьевым ну а это расправа проходила в присутствии значит Тустинова и бывшего тогда председателя совета министров Тихонова вот его и переместили на министром тяжелого машиностроения причем значит министерство опять же такого министерства не было было три министерства транспортного строительства энергетического строительства вот и строительства дорожного техники вот нужно было эти три министерства ликвидировать а из них состряпать министерство тяжелого машиностроения вот ну как вот естественно ну и ну и конечно так как тут поверил это самое ветер перемен начали тут особенно в угоду нашим западным оппонентам нужно было каким-то образом так сказать сократить уменьшить верно и ослабить наше так сказать ракетостроение поэтому конечно нужно было из системы ракетостроения убрать такую яркую сильную личность как Афанасьев вот его и убрали ну а после этого уже пошла чехарда смены министров Бакланов Дугужиев Шишкин ну и в конце концов в девяносто первом году министерство вообще было ликвидировано да ну и уже так сказать последние годы своей жизни Сергей Александрович Афанасьев занимался консультационной экспертной деятельностью в ряде организаций в том числе в той организации которую в свое время возглавлял Королев вот да и несколько таких интересных совпадений значит я говорил о том что 13 мая это дата которую можно честить как рождение ракетостроения в стране то есть было подписано постановление Совета Министров именно 13 мая умирает и Сергей Александрович Афанасьев в этот же год к сожалению вот умирает его младший брат Юрий а год спустя умирает в общем его жена и дочь которые вот похоронены на Новодевичьем кладбище но хочу отметить что значит Новодевичье кладбище считается элитным кладбищем где хоронят наиболее выдающихся людей как например все ведущие наши космические конструктора они похоронены на Новодевичьем кладбище за исключением Королева который был похоронен с большими почестями в Кремлевской стене ну вот так большое спасибо большое спасибо видите как раз спасибо Виктор Викторович